Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова в эфире и сегодня у нас в гостях Борис Анатольевич Сыченников, хирург-ортопед, спинальный хирург, ведущий специалист по эндоскопической хирургии позвоночника и соответственно поскольку прошлая программа вызвала большие вопросы и ваши желания посмотреть на исходы операции. Мы такую сегодня сделали демонстрационную программу. Борис Анатольевич немножко расскажет про пациентов и про возможности эндоскопической хирургии позвоночника, поскольку, как показывает практика, это действительно интересно нашим зрителям. Итак, Борис Анатольевич, начинаем. Приветствую вас, коллеги. Ну, я хотел сказать несколько слов о том, что сегодняшняя наша встреча обусловлена с тем, потому что я хотел поделиться своим опытом. Я изначально ортопед, поэтому моя хирургия позвоночника была обусловлена и шла в одну ногу с инструментацией, то есть каждое удаление грыжи диска и, допустим, разрешение стеноза позвоночного канала, так или иначе она сопровождалась инструментацией. Вот сегодня я хотел поделиться опытом и сказать о том, что в связи с появлением эндоскопической хирургии инструментация сократилась порядка на 70-75 процентов и то, что раньше сопровождалось инструментацией, сейчас происходит без. Я хотел перевести ваше внимание на наш слайд и сказать пару слов о том, что раньше в начале, в появлении, когда только появилась эндоскопическая хирургия, которая была обусловлена трансформинальным доступом, предполагалось то, что грыжи можно удалять только парамедиальной, фораминальной, но с увеличением кривой обучаемости на данный момент любая локализация грыжи в поясничном отделе позвоночника, возможно ее удаление при помощи эндоскопической хирургии, то есть неважно это будет центрально, парамедиально, фораминально, экстрафораминально, при помощи эндоскопа мы можем и специальных микрохирургических инструментов удалить и сделать полноценную декомпрессию. Это слайд посвящен той хирургии, которую пропагандировала я ранее, то есть декатлив, с целью удаления грыжи диска выполнялась резекция сустава, тем самым искусственно вызывали нестабильность, это обусловлено особенностями данного доступа, мы видим какая травматизация мышц, стабилизирующих позвоночник, происходит во время этого доступа, это сопровождалось кровопотери и следовательно, поскольку мы вызывали искусственную нестабильность, стабилизация данного сегмента, винтовой конструкции плюс установка межстрелового кейджа. Сейчас это все возможно сделать из маленького прокола, который обусловлен 5-7 миллиметрами. Следующий слайд будет посвящен пациенту, который обратился к нам с выраженными болями в правой нижней конечности, мы видим то, что качество жизни его резко снижено, в анамнезе у него болезнь Паркинсона, тяжелое течение. Посмотрим. Госпитализация данного пациента у нас заняла порядка 24-26 часов, то есть мы его оперировали в день поступления и на следующий день не смогли его уже отпустить домой. По анамнезе у пациента ранее проведено две открытые реконструктивные операции по поводу грыжи диска. Л5 была выполнена передняя хирургия, оперировали в Германии, установили спереди межстреловой кейдж с фиксацией 0PVA. Через два месяца развилась проблема на смежном уровне, поэтому была установлена также металлоконструкция сзади, плюс установлен межстреловой кейдж слив сбоку. Мы видим ядрогенный стонос позвоночного канала, видите, некорректно проведен винт. Так это выглядит на КТ, то есть мы видим у нас стонос позвоночного канала за счет винтовой конструкции. Но напоминаю, что боли у нас в правой ноге, а не в левой, поэтому идем дальше. Так это выглядит на региологическом снимке. Это фиксатор по поводу грыжи диска L5-S1. Это через два месяца было выполнено удаление грыжи диска L4-L5. После операционной рубцы, после ранее проведенных операций, видим масштабность травматизации. Что делать там с таким пациентом? Но учитывая то, что боли его беспокоят все-таки в правой ноге, а не в левой, где мы видим ядрогенный стонос, плюс его сопутствующий диагноз, было принято решение об эндоскопическом трансформенальном удалении грыжи диска. То есть мы видим, что мы установили порт, это микрохирургический инструмент, который позволяет нам удалить грыжу диска. Видим масштаб, в котором можно работать этим инструментом. А это сама грыжа, которую получилось удалить, и момент ее удаления. Вот так и выглядела грыжа диска, которая беспокоила данного пациента. Обратив внимание, это запечатлен момент окончания операции, мы видим сверху проходящий крышок, который был сдавлен. Операция, поскольку делается в водной среде, при изменить давление мы видим флотацию крышка, что говорит о том, что его уже ничего не сдерживает, и выполнена полноценная декомпрессия. Здесь мы видим, простите за накладку, что видео у нас развернулось, но даже на таком слайде мы видим, что пациент свободно передвигается, и данные боли, которые его беспокоили до операции, его уже не беспокоят. Здесь мы видим сравнение, то есть это у нас рубец после транспедикулярной стабилизации на уровне 4-5 поясничного позвонка, по всей видимости, это был дренаж, выход дренажа, а это та раневая область, из которой мы выполняли декомпрессию. Я думаю, что здесь очевидно, что эндоскопическая хирургия, она как бы менее травматичная, позволяет пациенту быстро активизироваться. Достаточно стандартная ситуация, мы видим грыжу диска на уровне 3-4 поясничных позвонков. Это уже другой кейс, да? Да, это уже другой кейс, следующий клинический случай. У нас краниальная миграция грыжа диска 3-4, она находится как раз в подмышке выходящего корешка. То есть это, по сути, достаточно редкая ситуация, когда секрестр грыжи идет не вниз, а вверх. Обычно каудально мы говорим о том, что чаще всего каудальная миграция диска, а здесь она идет краниально. То есть надо нам все-таки для не специалистов-вертубрологов иногда прояснять, что происходит. Здесь действительно это не сверху она выпала, а снизу под связкой уходит наверх. Да, и если мы говорим о начальном развитии эндоскопической хирургии, данная грыжа не предполагала, что будет возможно удалять из данного доступа. Но тем не менее, мы видим пациента, который ему также не сладко, и у которого резко снижено качество жизни до операции. Онтологический сколиоз, онтологическая походка, есть элементы, видимо, поясничного стеноза, которые заставляют пациента передвигаться в позе вратаря, скажем так. Да, принять вынужденное положение. Внужденное положение, немножко сгладить поясничный лордоз для того, чтобы было больше возможности расширить искусственный канал таким методом, для того, чтобы ходить хоть как-то. Да, расширить форминальное отверстие за счет наклона вперед. И вот мы видим этого пациента через 2 часа после операции. Также хочу заметить, что госпитализация этого пациента заняла порядка 16 часов. То есть, от момента его входа в клинику и до момента, как он был выписан. То есть, за 16 часов удалось провести обследование, лечение и, фактически, восстановление пациента. Пациент довольный явно. Да. Длилась операция порядка 15 минут. Здесь мы видим огромных размеров грыжу диска, которая с остеонозом позвоночного канала. Она парамедиальная, больше центральная. Мы видим выраженность компрессии. Непосредственный элемент удаления самой грыжи диска – это то, что мы видим перед собой на мониторе. Хочу обратить внимание, что увеличение порядка в 10 раз. То есть, то, что мы видим на мониторе, можно сопоставимо с многими микроскопами, даже увеличение в большей степени. Плюс еще данного метода заключается, еще раз повторюсь, в том, что это выполняется в водной среде. Поэтому это является как бы и профилактикой последующих рубцово-спачечных процессов на данном уровне в зоне операции. Так у нас нет прямого контакта с кислородом. На данном слайде мы видим, после устранения грыжи диска, мы выбираем остатки. Остатки, которые беспокоят и раздражают корешок в форминальном отверстии, остатки от связок. Мы видим уже сверху появляющуюся флотацию невральных структур, что говорит о том, что декомпрессия находится уже на завершающем этапе. И так выглядит уже конечная картинка. Это форминальное окно, это манжета проходящего корешка, которая была компримерно. Видим внизу резервное пространство и при изменении давления видим флотацию данного корешка. Тем самым мы понимаем, что операция уже закончена. Опять же, это тот же пациент, которого только что мы показывали оперативное лечение, которое мы проводили. Так он выглядел до операции. Выраженный онтологический сколиоз. Да. А вот через несколько часов после. Данный пациент нам прилетел из Иркутска. Также госпитализация заняла менее суток. И на следующий день он уже улетел на самолете, сидя домой. То есть данная операция, поскольку мы не потравмируем, не повреждаем мышцестабилизирующий позвоночник, не резинцируем заднюю опорную структуру позвонков, не вызывая тем самым искусственную нестабильность, нашим пациентам мы разрешаем ходить, сидеть сразу после операции. То есть ограничений таких, как два месяца вам нельзя сидеть после микродискоэктомии, таких ограничений нет. Пациент может свободно передвигаться, опорно себя чувствовать. Ну да, здесь мы показали основные такие кейсы, которые позволяют понять, что происходит с пациентами в процессе. И я думаю, что нам надо немножко прокомментировать моменты, связанные с самой хирургией. Какие показания все-таки, да, вот это вот важный момент, еще раз проговорить. Как нам определить, что пациент с грыжи диска, которого, ну, неэффективность, понятно, консервативного лечения в течение 8-12 недель, неврологический дефицит является противопоказанием к проведению хирургического эндоскопического лечения? Я считаю, что не является, потому что... Что такое эндоскопическая хирургия? То есть, по сути, мы выполняем тот самый большой объем хирургии, при этом выполняем его через замочную скважину. То есть, приведем пример, когда представим, что крышок спинного мозга – это наш палец, который компримирован в дверном проеме. И у нас есть несколько вариантов. Первый вариант – через замочную скважину открыть эту дверь и сделать, да, декомпрессию по крышка, то бишь пальца. Либо при помощи открытой хирургии выпилить вместе с дверным проемом, да, эту дверь и тем самым освободить крышок. Поэтому здесь нет ограничений в плане при выборе. Единственное противопоказание, которое является основополагающим при принятии решений – это нестабильность в данном сегменте. То есть, мы видим смещение позвонков, у нас есть рентген с функциональными пробами. Мы понимаем, что там есть нестабильность в данном сегменте. Конечно, это методика ТЛИФ, которая требует стабилизации в данном сегменте при помощи титановых стабилизаторов винтов. А основные ситуации связаны с стенозом позвоночного канала, циркулярным абсолютным, фораминальные стенозы, грыжи диска, гипертрофия связок в фораминальном отверстии. Это все показания для данной хирургии. Хорошо. Если пациент приходит к врачу с очевидной клиникой радикулопатии, все-таки какое время мы даем? У нас же раньше, ну, с чем задаю вопрос, сам же сказал, что 8-12 недель должно быть консервативное лечение. С другой стороны, возможно, что эти противопоказания, скажем так, к хирургическому лечению стоит пересмотреть, поскольку раньше мы говорили о том, что вот мы должны лечить консервативно, за 8 недель, возможно, все уйдет. Но сейчас мы можем сделать все быстро, да, там, сутки фактически пациента продержать, даже, может быть, меньше в клинике отпустить. А раньше это было сопряжено с большой операцией, с кровопотери, с двумя месяцами отсутствия возможности сидеть, с повреждением структуры позвоночного столба. То есть, может быть, надо хирургию интегрировать в более ранние сроки для того, чтобы избежать последствий в виде тех же самых неврологических дефицитов, связанных с повреждением корешка в длительном периоде. Вот это вот вопрос, который сразу возникает. Может быть, надо до 4 недель, например, сократить консервативное лечение, переходить к операции. Или до 2 недель, или, в принципе, вообще консервативное лечение, которое далеко не всегда эффективно, как мы знаем, закрыть и перейти к более понятному и логичному хирургическому удалению. Или все-таки есть какие-то границы? Слушайте, ну, мы поступаем следующим образом. Я являюсь руководителем центра лечения боли в сети клиник семейная. И у нас есть и врачи-игрефлекс-терапевты, неврологи, есть мануальные терапевты, физиотерапевты, которые, в принципе, способствуют консервативному лечению пациентов. Поэтому, когда к нам обращаются пациенты первичные, которые не проходили ранее лечение, и мы, в принципе, по данным МРТ видим, что оцениваем стенозирование или компрессию самого непосредственного корешка спинного мозга, и у меня появляется уверенность в том, что, в принципе, можно помочь пациенту без операции консервативно, конечно, я передаю пациента коллегам. И в случае неэффективности данного консервативного лечения, только в этом случае я его оперирую. Сколько это будет лимитироваться по времени, если в течение недели, допустим, мы не получаем положительного отклика на проводимое лечение, ну, тогда, наверное, имеет смысл задуматься, чем нагружать пациента анистероидно-противоспалительными препаратами и тем самым влиять на другие органы, в частности пищеварения. Хорошо. Вопрос следующий. Перед тем, как идти на эндоскопическую хирургию, имеет смысл проводить тестовую форменальную блокаду, для того, чтобы понять, насколько эффективно будет лечение. Или мы можем, в принципе, при наличии картинки на МРТ, там, на рентгине изменений, и понимание неэффективности консервативной терапии сразу идти на хирургию эндоскопическую? Хороший вопрос. На самом деле мы часто используем трансформенальные лечебно-диагностические блокады. Цель данных блокад не вылечить пациента при помощи этой блокады, а диагностировать проблему. В каких случаях мы используем? Когда у нас есть несколько грыж дисков, и когда у нас есть несколько проблемных участков, то есть, я имею в виду уровней позвоночника, и нам нужно определиться, какой же из этих уровней в большей степени беспокоит. Допустим, у нас есть грыжа диска как на уровне 4.5, так и есть на уровне 5.1. И, исходя и по дерматому, мы видим смешанную картину. То есть, у нас страдает, допустим, и дерматом 5, и дерматом S1. И лечебно-диагностическая блокада, она все-таки сужает радикализацию операции, и мы оперируем именно тот сегмент, который беспокоит настоящее время, а не диагностическую находку, которую мы нашли в условиях... Неро-визуализацию. Да, и, безусловно, при открытой хирургии, если бы я задумывался, я вспоминаю сейчас свою открытую хирургию, и когда я видел два сегмента, безусловно, я не выбирал, что нужно оперировать 4.5. Если я уже заходил и открывался, то я оперил сразу два уровня, и это являлось профилактикой. Даже если этот уровень не беспокоит, это являлось последующей профилактикой проблем на данном уровне. Хорошо, но а техническое эндоскопическое выполнение операции на двух уровнях возможно, если есть такая необходимость, реально? Это возможно. Это возможно. Это два прокола. Бывает так, если сделать правильную разметку и рассчитать, и не будет мешаться нам гребень подвздошной кости, можно, в принципе, сделать из одного прокола. У нас был такой опыт. Безусловно, это будет два канала внутри, но снаружи будет безусловно, да, один прокол, 5-7 миллиметров. Эстетически это будет вообще незаметен. Такой вопрос. Мы знаем все прекрасно, что после микродискоэктомии на уровне, например, L4, L5, очень часто возникает через какое-то время, через 6 месяцев, через год, через полтора, через два года, грыжа диска на уровень выше, да, например, L3, L4, что связано с нарушением стабильности все равно сегмента L4, L5. Там уже стабильность нарушена, нагрузка переносится на сегмент выше, и из-за этого возникает там поражение. Насколько такая же ситуация чиста для эндоскопической хирургии? Ну, здесь я могу сказать следующее, что это реже, и практически такого нет. Это обусловлено тем, что мы, еще раз повторюсь, не повреждаем мышцы стабилизатора позвоночника, и мы не переносим нагрузку с одного сегмента на другой. Мы идем через форуминальное окно из доступа сбоку, да, это порядка там 10-12 сантиметров от позвоночника, начало нашего канала. Следовательно, мы ничего не нарушаем. Также хотел отметить, что мы сейчас заговорили про микродискоэктомию, мы делаем очень много ревизионных операций, связанных с данным методом оперативного лечения, последствия рецидива именно. И эндоскопическая хирургия, она помогает разрешить этот вопрос через форуминальное окно, и для хирурга это гораздо проще, потому что если мы будем оперировать рецидив по старым рубцам, очень сложно дифференцировать рубцово-спаечный процесс от невральных структур. И на самом деле для хирурга это как ходьба по минному полю. Если мы оперируем рецидив из форуминального окна, оттуда еще никто не заходил, поэтому анатомически там будет первозданно, и проще для хирурга сориентироваться, и доступ, и выход от грыжи диска будет ближе и гораздо проще. Поэтому, да, ревизии мы тоже делаем много, и эндоскопическая хирургия позволяет сделать большой объем из маленького прокола. Хорошо, с этим понятно. Вопрос следующий. Если мы говорим о том, что эндоскопическая хирургия позволяет делать большие объемы из маленьких проколов, то все-таки где ограничения? То есть где у нас есть... Ну, любой метод имеет ограничения, да, и должна быть ситуация, в которой эндоскопическая хирургия невозможна, мы должны идти на открытую хирургию. Кроме нестабильности, есть какие-то ограничения сейчас в этом сегменте, ну, кроме нестабильности в сегменте, очевидно подтвержденным листезом, там, анты, ретро, латролистезом. Другие варианты, например, секвестр большого размера, каудальные или хорокраниальные, или, там, выход подсвязочного пространства слишком большого объема фиброзного кольца. То есть какие-то вот противопоказания очевидные существуют, или только нестабильность? Нестабильность. Все остальное это... Это не противопоказание, и все зависит от, опять же говорю, на каком этапе находится и хирург своей кривой обучаемости. То есть я сделал порядка, там, уже более полутора тысяч данных операций, поэтому для меня нет разницы, секвестр, он у нас с каудальной миграцией, да, или с краниальной, его объем и его локализация для меня не имеет абсолютно никакого значения. Также хочу сказать, что мы представляем только плюсы, я имею в виду эндоскопической хирургии, ну, вот в раннем нашем разговоре, но также здесь есть и минус. Минус заключается в том, что частота рецидивов все равно после данной операции, манипуляции, она все равно есть, и она кратно, согласно международной статистике, которая была выполнена на порядка 3,5 тысяч пациентов, она согласна 5%. То есть сказать о том, что это супер штука, которая нас раз и навсегда, или наших пациентов излечивает, да, раз и навсегда, и у нас есть какая-то гарантия о том, что у нас не будет рецидива, к сожалению, нет. 5% они существуют. Но если их сопоставлять, допустим, с открытой хирургией, это в разы меньше, это в разы отравматичнее, да, здесь отсутствует кровопотеря, и риски, допустим, где же самое гнойно-септические осложнения, они у нас гораздо ниже, потому что у нас, в принципе, травматизация, она минимальна. Поэтому, да, рецидивы есть, но это устранение рецидива занимает 15 минут, из такого же прокола 5 миллиметров, и госпитализация от этого у нас никак не удлиняется. Если, допустим, говорить о рецидиве после открытой хирургии, это занимает более длительное время и часто сопровождается какими-то осложнениями. Ну, и как мы говорили когда-то, и в прошлый раз, по-моему, про это говорили, что эндоскопическая хирургия может быть этапом, который предваряет открытую хирургию в тех или иных случаях и позволяет сократить ее объем, скажем так, да? Совершенно верно. Но и открытая, опять же, повторюсь, как я говорил и ранее, что открытая хирургия тоже может быть этапной, потому что если здесь у нас произошел рецидив или в последующем у нас развилась нестабильность, и мы задумываем об открытой хирургии, в частности, стабилизации, то после, если мы начинаем с открытой хирургии и изначально стабилизируем, мы также можем столкнуться с осложнениями, связанными с нестабильностью металлоконструкции, с гнойно-стептическими осложнениями, с миграцией металлоконструкции, с переломами металлоконструкции. И это также будет этапная хирургия, которая будет требовать более огромных и масштабных вмешательств и большей стабилизации. Поэтому, мне кажется, при первичном кариесе нет смысла удалять зуб и ставить сразу штифт. Хотя, еще раз я повторюсь, я ортопед и моя инструментация в этой жизни заняла 15 лет. Да, у нас у имплотированных зубов не будет больше кариеса. Но проблем других, которые могут быть связаны с установкой этого импланта, их будет не меньше. И они будут более плачевны, чем повторно полечить кариес. Совершенно точно. Синдром неудачно оперированного позвоночника, бич всей спинальной хирургии, проблема, с которой никто до конца не научился бороться. Тяжелое осложнение, вызванное вмешательством, скажем так, в организм человека извне. И по разным данным, по данным разных авторов, в разные годы были получены очень разные цифры. Разброс большой, от 4 до 50% считается, что возможно возникновение синдрома неудачно оперированного позвоночника, или FBSS, это Failed Back Surgery Syndrome. То есть синдром, когда он заключается, напомним нашим слушателям, что он заключается в том, что позвоночник, который был прооперирован, продолжает болеть, условно позвоночник, то есть сохранение или возобновление болевого синдрома в том же сегменте, в той же зоне, в которой эта боль была до операции, через короткое время после операции. Насколько чисты FBSS у пациентов с эндоскопией, прооперированных эндоскопически? Слушайте, это всегда возможно. То есть я имею в виду, и эндоскопия полностью на 100% не исключает, к сожалению, данную проблему. Но еще раз повторюсь, в связи с тем, что у нас маленькая травматизация, то есть практически ее отсутствие, мы ничего не пересекаем, а при формировании доступа по принципу светофора дилататоров расширяем, то есть мы не пересекаем мышцы, а просто их разводим. Поэтому эти риски, они минимальны, но они также возможны. То есть ближе к 4, чем к 50? Да, не к 50. Это уже хорошо. Борис Анатольевич, вопрос, который в прошлый раз мы не успели ответить, мне кажется, сейчас важный, мы просто достаточно глубоко сейчас погружаемся в тему, я не думаю, что будут уже вопросы у кого-то, поэтому я хочу уже добить тему. Мы сегодня говорим все время про хирургию поясничного отдела позвоночника. А что с шейным отделом у нас? Теоретически эндоскопическая хирургия или практически шейного отдела позвоночника вообще возможно? Да, она возможна, выполняем ее из заднего доступа, но для этого у нас есть определенные свои показания, и они достаточно сужены. То есть если мы говорим о поясничном отделе, что мы можем сделать все, и стеноз позвоночного канала, костный стеноз, и за счет гипертрофии связок, и суставов, и наличие грыжи диска, то хирургия в шейном отделе позвоночника позволяет нам устранить мягкую, свежую грыжу диска в шейном отделе, если это обусловлено еще какими-нибудь задним, допустим, стенозом позвоночного канала за счет разрастания суставов или, допустим, передними остеофитами, здесь, к сожалению, нам приходится возвращаться опять к открытой хирургии. То есть это должна быть свежая, мягкая грыжа диска. То есть это не должно быть никаких остеофитов и косых разрастаний. Ну, то есть все-таки это более сложные технические... Сужены, да. Это в основном тем, что внизу у нас находятся корешки спинного мозга, конского хвоста, а там находится спинной мозг, который мы не можем сместить никак абсолютно. Ну, то есть у нас вход зауженный, из-за этого зауженные показания, фактически. Конечно. А передняя хирургия, если, допустим, ее также делать эндоскопически, мне кажется, она в дальнейшем будет приводить к нестабильности в сегменте, то, что она идет через диск. Я эту хирургию не совсем понимаю у себя в голове, как ортопед, следовательно, я просто беру и делаю открытую хирургию. Ну, то есть мы сейчас говорим о том, что на данный момент все-таки эндоскопическая хирургия это хирургия поясничного отдела. В грудном тоже. То есть в грудном, да, у нас есть уже приличное количество кейсов. Вот мы входим уже там 8-9 кейсов, которые мы выполняли в грудном отделе. Это были разные сегменты. И, по-моему, самый высокий это был на уровне 5-6 грудных позвонков. Да, мы убирали костный астеофит и убирали грыжу диска. Но тем самым мы выполнили декомпрессию спинного мозга и получили хороший результат. Казалось бы, все моменты проговорили. Тем не менее, у меня осталось еще два вопроса, которые, я думаю, тоже важно осветить. Вопрос номер один. Мы проговорили историю о том, что операция позволяет, что немаловажно, сократить прием НПВС. Поскольку НПВС одни из самых распространенных, но далеко не самых безопасных препаратов. Да, мы имеем новые классы, которые позволяют меньше воздействовать на желудок. Тем не менее, сокращение приема НПВС – это один из позитивных эффектов хирургии. Тем не менее, после операции существует ли необходимость в приеме дополнительных каких-то препаратов? Если существует, то каких? И, соответственно, вообще период реабилитации после операции. Насколько он долгий? Нужен ли он? Или человек может просто на следующий день выписаться, уехать домой и через день выйти на работу? Ну, хороший вопрос. И ответ на этот вопрос следует следующим образом. Смотрите, опять переведем этот пример про палец и опять про дверной проем. То есть, задача хирурга – открыть дверь. Тем самым освободить палец, убрать невральную компрессию. Но тем самым мы создаем благоприятный устою для того, чтобы у нас произошло восстановление этих невральных структур. И это произошло в кратчайшие сроки. Но хирург никак не может повлиять на то, чтобы ту же самую ишемию корешка или длительную компрессию ранее корешка и нарушение проводимости. То есть, данная операция создает благоприятные условия для восстановления. Но тем самым бывают такие случаи, когда все равно лимитировано порядка 5-7 дней. Мы принимаем нестероидно-противоиспорительные препараты, мелорелаксанты, гастропротектор, который предохраняет тот же самый желудок. Но это несопоставимые, безусловно, боли или болевые ощущения такие фантомные. То есть, пришли, ушли, мурашки побежали, какая-то гипостезия появилась, ушла, по корешку может пройти какая-то боль, прострел. Но, безусловно, это несопоставимо. А те, выше указанные препараты, которые я озвучил, они просто помогают разрешить вопрос с отеком, связанным с ранней компрессией. Реабилитация? Реабилитация, да, касаемо реабилитации. Мы бы рекомендовали через 10-12 дней после снятия шва добавить иглорефлексотерапию, физиопроцедуру на оперированную область с целью, опять же, снятия отека, улучшения проводимости корешка. Как правило, зачастую наши пациенты уже через неделю могут ездить на машине за рулем, но, тем не менее, я бы рекомендовал приступать к каким-то уже физическим нагрузкам, связанным с тяжелым физическим трудом, не ранее, чем через месяц. Это обусловлено тем, что профилактика и децидивы грыж дисков. То есть у нас рвется там, где тонко, да, то есть мы поврежденное фиброзное кольцо, мы его при помощи специального коагулятора запаиваем, но, тем не менее, там должен у нас сформироваться рубец для того, чтобы не было последующим децидивом грыж дисков. И эти ограничения не связаны ни с болевым синдромом, а с тем, чтобы у нас отсутствовали децидивы. Понятно. Последний, наверное, вопрос, немаловажный, это вопрос, связанный с отбором пациентов по весу. Мы знаем, что часто грыжи диска случаются у людей с большим весом, да, и большой вес часто является препятствием для открытой хирургии, поскольку очень большой объем в области поясницы, жировой ткани в том числе, усложняет доступ, усложняет возможность для хирурга провести квалифицированно-качественную операцию, плюс пациенты с большим весом могут и конструкции ломать. Да, поэтому я хочу сказать следующее, что в данном случае более выигрышно выглядит эндоскопическая хирургия, потому что доступ у нас, в принципе, будет тот же самый и по времени займет то же самое время. И это не будет сопрождаться какой-то излишней или большей травматизацией. Если мы, допустим, таких пациентов я бы оперировал открыто, безусловно, так называемый операционный рубец, он будет гораздо больше, потому что это связано с тем же самым наличием жировой ткани. Для визуализации проблемы и костных структур, которые мы должны будем резиденцировать, нам понадобится больше травматизации, больше масштаб оперативного вмешательства, в котором также будут сопровождаться еще и дополнительные кровопотери. Эндоскопическая хирургия не увеличивает у пациентов с излишним весом сроки госпитализации или травматизацию анатомических структур. Спасибо большое, Борис Анатольевич. Я думаю, что информация была крайне полезна нашим зрителям. И в этом году мы, наверное, заканчиваем наш цикл, все-таки уже хватит. Друзья, крепкого вам здоровья, море счастья, радости, всего самого прекрасного. Будьте счастливы и здоровы. И здоровы. Всем пока.